Почему второй раз в этом году проиндексируют тарифы на коммунальные услуги? Насколько популярны банковские карты в Татарстане? Какова доля безналичных платежей по ним? Какую сумму жители республики занимают до зарплаты? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горенова. Здравствуйте! Федеральные власти объяснили, почему они решили проиндексировать тарифы на коммунальные услуги раньше положенного срока. Напомним, ранее стало известно, что коммунальные тарифы будут повышены с 1 декабря этого года, а не с 1 июля следующего, то есть на 8 месяцев раньше запланированного. Как пояснили в Минэкономразвитии, это связано с необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры. Предельный уровень роста тарифов с 1 декабря не превысит 9%. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек вырастет примерно на 324 рубля. Напомним, что предстоящее повышение будет вторым в этом году. С 1 июля коммунальные тарифы в Татарстане уже выросли на 6,2%. В дальнейшем правительство обещает заморозить расценки до июля 2024 года. Есть коммунальные услуги, тарифы, которые установлен комитет тарифом, и они индексируются с учетом уровня инфляции Российской Федерации, с учетом необходимости обоснования роста тарифов. Допустим, водоотведение у нас роста тарифов был в Казани на 13% в связи с тем, что нужно ремонтировать систему водоотведения, модернизировать ее. То есть у нас большая территория, которая требует замены. В каждом тарифе сидит расходы на модернизацию. То есть в электроэнергии, в теплее, в воде, в мусоре. То есть везде нужно что-то делать, эту всю программу реализовать. Число ресторанов и баров в стране превысило доковидный уровень, таковы данные сервиса «Контурфокус». Если в начале 2020 года насчитывалось около 170 тысяч организаций общепита, то сейчас уже 176 тысяч. По данным аналитиков, наибольшую долю занимают кафе и рестораны, примерно 85%. Оставшаяся часть – это бары и столовые. Согласно исследованию, в этом году ежемесячно в стране закрываются около 2,5 тысяч организаций общепита. Чаще всего в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области. При этом также растет и число новых заведений. Как правило, они появлялись в тех же регионах, где было больше всего закрытий. Количество платежных карт в Татарстане за год выросло на 19% и превысило 10 миллионов. Об этом сообщает Национальный банк по республике. Только за первое полугодие было совершено свыше 460 миллионов операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 95% по количеству и 48% по сумме. Таким образом, картами расплачивались в 19 раз чаще, чем снимали с них деньги. Татарстанцы, как правило, снимают с карты по 14 600 рублей. Средняя сумма безналичного платежа составила 719 рублей. Популярность расчетов картами в Татарстане продолжает расти. Жители республики ценят удобство этого способа оплаты. К тому же растет обеспеченность организации торговли и услуг необходимым для этого оборудованием. В них установлено более 100 тысяч электронных терминалов. Это на 10% больше, чем годом ранее. В Татарстане сократился средний размер займа до зарплаты. По данным НБК, в августе он снизился на 7% до 9405 рублей. По этому показателю республика заняла 10 место среди 30 российских регионов. На первой строчке Москва, где в среднем жители занимают до зарплаты 11 374 рубля. На последней строчке Пермский край. Средний размер микрозайма здесь составляет 8 005 рублей. Отметим, что только в августе татарстанцы взяли почти 79 тысяч микрозаймов. По сравнению с июлем, их число выросло незначительно. На 0,6%. Обычно специалисты советуют так. Если вы готовы платить проценты, плюс те обязательства, которые вы обязаны, тоже я имею в виду коммунальные платежи, налоги, вот скоро надо будет платить, чтобы в расходах вашего бюджета эти расходы не превышали 40%. Если вы видите, что вы имеете такую возможность, тогда вы можете обратиться за кредитами. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале Татарстан 24 каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на YouTube канал Татарстан 24 в раздел новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.З